приветствую всех это канал школа вязания наша пряжа в сегодняшнем видео мы свяжем вот такой веерный красивый узор крышком узор выполняется от угла его можно использовать для шалей вот такой как треугольник сначала с прибавлением затем если вы хотите не для шали например для длительной кофточки вы начинаете убавление формируя уже ваше полотно вот у меня это прямоугольник вот отсюда я начала убавлять петельки вот в итоге такой узорчик получается с лицевой и с изнаночной стороны он практически одинаковый делаем первую петлю крючок завожу под нить слева направо повернуть теперь подхватываю рабочую нить и продеваю через полученную петельку это первая воздушная петля набираю 8 воздушных петель это два три четыре пять шесть семь и восемь вот цепочка сми воздушных петель так теперь в самую первую петельку вяжем столбик с накидом сделала накид завела крючок в самую первую петельку подхватила вывела рабочую ниточку 3 петли на крючке провязываю дважды по две петли вместе 1 и 2 это столбик с накидом и вот это все это первый ряд нашей схемы так для второго ряда набираем 3 воздушные петли подъема 1 2 и 3 работу поворачиваем теперь вот эту арку которую мы получили мы вяжем в центр 8 пышных столбиков по 2 воздушные петли между ними так для пышного столбика я делаю накид крючок завожу под арку достаю рабочую ниточку на уровень вязания делаю второй накид завожу крючок под арку достаю вторую ниточку на уровень вязания делаю третий накид и вытаскиваю третью ниточку все петельки которые я получила на крючке я провязываю вместе и сверху 1 воздушная петля вот это все пышный столбик так между пышными столбиками 2 воздушные петли есть значит вяжем второй пышный столбик снова накид крючок завожу в арку достаю петельку на уровень вязания 2 накид достаю вторую петельку третий накид достаю третью петельку и все вот это провязываю вместе плюс воздушная петля сверху это у меня пышный столбик так воздушная петля еще раз вот есть пышный столбик теперь две воздушные петли между пышными столбиками и вяжем третий пышный столбик накид вытащить ниточку второй накид вытащить вторую ниточку третий накид вытащить третью ниточку все петельки на крючке провязываем вместе плюс воздушная петля сверху так и 4 значит нам две воздушные петли между пышными столбиками 4 пышный столбик в эту же арку накид вытащить петлю 1 накид вытащить петлю 2 накид вытащить петлю 3 придерживаю все провязываю вместе плюс воздушная петля так вот этот веер мы получили из четырех пышных столбиков плюс 2 воздушные петли между каждым из них так следующий третий ряд третий ряд будет вязаться арками так как и 1 для начала третьего ряда я вяжу 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и 8 цепочку из 8 воздушных петель затем поворачив вязание в одном веере между пышными столбиками будем вязать столбики без накида так столбик без накида накид не делаем завожу крючок под арку подхватываю ниточку 2 петли на крючке провязываю вместе вот столбик без накида так дальше 2 воздушные петли и в следующую арку между пышными столбиками вяжу столбик без накида 2 вот достала петельку провязала 2 вместе снова 2 воздушные петли и между следующими двумя пышными столбиками вяжу столбик без накида 3 вот достала провязала 2 вместе и в конце я вяжу 4 воздушные петли 3 4 и столбик с накидом в самую вот эту первую петельку или последнюю петлю ряда накид сделала завела крючок в вершину достала ниточку провязываю дважды по 2 петли так вот это был третий ряд и он провязался такими арками так дальше для четвертого ряда 3 воздушные петли подъема 1 2 и 3 работу поворачиваем смотрите у нас здесь была одна арочка и мы провязали сюда один веер теперь у нас 2 больших арки соответственно будет 2 веера у нас расширение так в первую арку я вижу первый пышный столбик сделала накид достала петельку из арки 2 накид достала вторую петлю 3 накид достала третью петлю вот все провязываем вместе плюс воздушная петля сверху и еще 2 воздушные петли между пышными столбиками это один и таких четыре так раз два три все провязала вместе это второй пышный столбик 2 воздушные петли и снова раз два три все провязала вместе плюс воздушная петля и 2 воздушные петли между пышными столбиками это третий пышный столбик и 4 1 2 3 все провязываем вместе плюс воздушная петля вот так получила сверху веер так значит веер сюда 1 веер сюда 2 между веерами у меня будет 1 воздушная петелька вот 1 воздушная петлю между веерами сюда теперь веер накид достаю петельку из арки на уровень вязания 2 накид достала вторую петлю 3 накид достала третью петлю так все петли провязываю вместе плюс воздушная петля сверху есть первый пышный столбик так 2 воздушные петли между пышными столбиками вяжем второй накид вытащили петлю накид вытащили петлю накид вытащили третью петлю все провязываем вместе плюс воздушная петля сверху вот второй пышный столбик 2 воздушные петли между пышными столбиками вяжем третий пышный столбик накид вытащили петлю 1 накид вытащили петлю 2 накид вытащили петлю 3 Провязали все вместе, плюс воздушная петля сверху и 2 воздушные петли между пышными столбиками. Так, и четвертый. Накид, вытащить петлю 1, накид, вытащить петлю 2, накид, вытащить петлю 3. Все провязываем вместе, плюс воздушная петля. Это был четвертый ряд. Вот такие вера мы получили. Значит, так и будем продолжать в нечетных рядах делать арки в четных веерах. Каждый раз будет количество вот этих вееров увеличиваться. Так, значит, у нас пятый ряд. 8 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Работу поворачиваем. Так, смотрите, вот есть 2 веера. В каждом веере между 4 пышными столбиками 3 вот этих маленьких арки. В первую арку я вяжу столбик без накида, затем 2 воздушные петли, во вторую арку вяжу столбик без накида, 2 воздушные петли, в третью арку вяжу столбик без накида. Когда мы вяжем арку между двумя веерами, мы вяжем не 2, а 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот это пропускаем, а вот между двумя пышными столбиками следующего веера вяжем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида, 2 воздушные петли, в следующую арку столбик без накида. В конце 4 воздушные петли, 2, 3, 4 и столбик с накидом в самую крайнюю петельку. Вот так столбик сюда с накидом. Вот это был пятый ряд. Так, для шестого ряда 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Работу повернуть. Теперь смотрите у нас 1, 2, 3 арки. 3 арки, соответственно, 3 веера. В первую арку веер вяжем накид, вытащили петлю на уровне вязания, 2 накид, 2 петля, 3 накид, 3 петля. Все провязываю вместе, воздушная петля сверху и 2 воздушные петли между пышными столбиками. Есть первый. Так, сразу я вяжу второй пышный столбик. Все как раньше. 2 воздушные петли между пышными столбиками. Третий пышный столбик. Так, все провязываю вместе. 2 воздушные петли между пышными столбиками и 4 пышный столбик. Так, вот 4 пышных столбика в первую арку. Между первой и второй аркой 1 воздушная петля. Накид и уже вяжу, получается, пир в следующую арку. Первый пышный столбик. Все как ранее. Вот так. 2 воздушные петли. Второй пышный столбик. 2 воздушные петли. И третий пышный столбик. 2 воздушные петли. Так, четвертый пышный столбик. После четвертого пышного столбика только 1 воздушная петля. И вяжу следующую арку. Накид. Первый пышный столбик. 2 воздушные петли. Затем второй пышный столбик. 2 воздушные петли. И третий пышный столбик. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Четвертый пышный столбик. После четвертого пышного столбика воздушные петли не вяжем. И так дальше продолжаем. В одну сторону арки. Во вторую сторону вот эти пышные столбики. Расширила я полотно до 5 мотивов. Смотрите, если у вас это шаль, вы хотите дальше расширять, так и расширяйте. Если вы хотите, чтобы это был прямоугольник и идти вверх, то с одной стороны вы начинаете убавлять, а с другой стороны расширять полотно. Если хотите уже закончить прямоугольник, то и с одной, и с другой стороны вы должны убавлять. Итак, как расширять, понятно, как убавлять. Сейчас мы с вами свяжем. Значит, для того, чтобы убавлять не 8 воздушных петель, где у нас арки мы вяжем, а только одну воздушную петлю повернуть. В первую арку вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, во вторую арку столбик без накида, 2 воздушные петли, в третью арку столбик без накида. Как бы все как раньше, только здесь мы не сделали большую петельку. Дальше 4 воздушные петли и между двумя пеерами столбик без накида сразу в следующую арку. Так, теперь я так продолжаю арку за аркой. Вязать по 2 воздушные петли и столбик без накида в центре арки. Вот 1, 2 и вот третий столбик. И 4 воздушные петли между арками. До последней. Так, бред последние. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Столбик без накида, 2 воздушные петли. Столбик без накида, 4 воздушные петли. В последней арке я буду вязать только вот эти два столбика, то есть столбик без накида в первую арку, две воздушные петли, столбик без накида во вторую арку. Вот так. Убавление с одной и с другой стороны. Так, а в четных рядах, там где у нас арки, вместо трех воздушных петель подъема мы вяжем уже только две воздушные петли, повернуть и эту арочку пропускаем, а в большие арки вяжем наши веера. Вот. Раз, два и три. Первый пышный столбик, одна воздушная петля сверху, две воздушные петли между пышными столбиками, вот я вяжу второй пышный столбик, плюс две воздушные петли, третий пышный столбик. Две воздушные петли, две воздушные петли и четвертый пышный столбик. Так, вот смотрите, получается, что у нас уже началось не вот сюда, а на одну меньше. Итак, у нас раз, два, три, четыре. Четыре таких веера мы вяжем. Так, вот четыре веера я провязала, после последнего, здесь арки уже нету, мы вот маленькие арки, раз, два, первую пропускаем, во вторую вяжем столбик с накидом. Вот так. Таким образом мы уменьшаем, вот, и с одной, и с другой стороны. Полностью схемка вот этого рисунка с уменьшением. Есть для скачки на моем сайте пряжа.ру. Если вам нравится такой узор, ставьте лайк. Вот так будет узор выглядеть, если вы будете вязать от угла, но не шаль, а от какими-то кофточки. Вот такая красота получится. По схеме я таким же образом довязала полностью убавление. Видите, прямоугольник какой-то, который получила. То есть, этим узором от угла можно вязать любые вещи. Просто от угла. Смотрите, какая красота получается. Всем спасибо. С вами была Катерина Мушин. Это канал Школы Вязания. Наша Пляжа. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!